Не Додси, а маленькая Маша. Котенок растет очень активным ребенком. Я уверена, вы ее помните, ту маленькую малышку, кошечку, которую месяц назад спасла волонтер Влада. Тогда все наши читатели и зрители ее окрестили Додси, только потому, что хозяйка домашнего мини-приюта Девять Жизни так ее окликнула, когда ее отлавливала. Но сейчас она, теперь уже Маша, ну и все производные от этой клички Маруся, Маня, Манечка. Волонтер в первые же дни ее пребывания на передержке отвезла в ветклинику на осмотр, чтобы убедиться, что ребенок полностью здоров. Тогда ветврач сказал, что все хорошо, только нужно вывезти нежелательных костей. Маруси около четырех месяцев безупречно знает лоток, кушает как натуральную пищу, так и качественный корм. Вет обработано уже полностью, это шило такое, у меня просто нет слов о ней рассказать. Переворачивает все вокруг, лотки с наполнителем всыпает, как только поменяю. Ей внимание нужно, конечно, а что я, прибегаю пару раз в день и домой лечу с остальными воевать. А она там целыми днями сидит, ждет, рассказывает девушка про Машеньку. По характеру, если в двух словах, гипераптивная она не поседа, но при всем при этом она милая, ручная девочка, бесконечно нуждающая в человеческой опеке и внимании. Ну и, как говорится, не отходя от кассы, раз мы заговорили о маленьких девочках приюта Девять Жизни, стоит рассказать и про следующую. В мире может меняться все, кроме огромных заячьих ушей кошечки Симбы. В домашнем мини-приюте Девять Жизни появилась настоящая кошечка-сладкоежка. Вечно голодный ребенок. Это та самая кроха по кличке Симба, хотя уже и не такая кроха, которая появилась тут в июле месяце, а так теперь растем. А после вкусненьких тортиков нужно по-хорошему и намыть шубку. Видеосвидетельство этого у нас, конечно же, имеется. В мире может меняться все, кроме огромных заячьих ушей кошечки Симбы. Она сама уже подросла, но ушки зайки у нее остались. Все такие же пропорционально большие. И да, еще один удивительный факт, связанный с этим как птенком. Имя вроде как мальчишечья, а она девочка. Это как Женя или Саша. У нас и то, и то бывает, говорит волонтер. Вот такие парадоксы бывают и в животном мире тоже.